Добрый день, друзья! Находимся с вами на клетке у нас старогодочка клырюшка перезимовала, зиму перенесла относительно хорошо первогодка посадка удачна у нас зимой после обледенения нашего голода вымерзла ну и здесь то, что осталось, как бы мы с ней работали, старались, как могли но майские заморозки эти тоже дают нам прикурить то есть у нас у меня впечатление такое, что у нас апрель и май поменялись местами немножко на сегодняшний день вот такая обстановка, вот такая ситуация Энжи, покажи, он агроволокно у нас лежит везде практически каждую ночь прикрываем, без дух, без ничего прямо на листовой аппарат накрываем агроволокно 60-я плотность ну как бы спасает немножко, но все равно где касается ягодка либо цвет до агроволокна повреждения есть незначительные, но есть все равно но у нас здесь рядышком с нами у ребят поближе до реки до Меуса у нас там температуры еще сильнее были у нас было минус 5,2 градуса у ребят было минус 7 открытый грунт без укрытия там повреждения вообще капитальные колоссальные урон эти морозы делают нам хороший но у нас и вперед еще на 3-4 дня неутешительные прогнозы тоже тоже, тоже приморозок будет очень хороший ну по прогнозу МЧС присылало там уведомление о том, что штормовой ветер будет и понижение температуры на сегодняшний день состояние кустов Энджи показывает загрузка неплохая но ягода все равно после этих морозов толком не наливается не можем мы ей дать размера и всего завязалось выдвинулось цветоносов хорошее классное количество ну как их налить теперь вот это вопрос все аминокислоты антистрессанты они практически при положительных температурах и при хороших положительных ну польза какая-то от них есть но все равно ягода и цвет повреждаются очень сильно самый лучший агроприем для того чтобы минимизировать потери это клубника у нас не поливалась до морозов следил смотрел за прогнозом не поливалась пять дней точно так же и по малинам по ежевикам многие клетки не поливались пять-шесть дней там повреждения более-менее сносные где проливалась клеточка у нас номер два там повреждения посильнее потому что перед морозами я ее поливал крайнюю и прошло там буквально три дня три дня и шарахнул этот мороз там повреждения посильнее так что все антифризы и все это работает только до отрицательных температур ну максимум ноль минус ноль пять а когда хороший мороз что бы вы не делали все равно наши растения на 90 95 процентов состоят из влаги поэтому повреждение капитальное схлопываются и сосуды клетка лопается и восстановить очень тяжело растение тоже листовой аппарат посветлел очень сильно и сейчас это не недостатки каких-либо элементов это последствия обратных заморозков ну пережить нам надо еще где-то примерно наверно до 12 13 числа на моей памяти чтобы в мае такие заморозки были я вообще не припоминаю даже позапрошлый год одна ночь была ну это одна ночь энджи а так чтобы стабильно колбасило и с такими температурами такого нет покажи общую картину общая картина как бы по ягоде загрузка хорошая все но после этих морозов вряд ли эти кусты уже никаким питанием ягоду особо сильно не раскачаешь размер будет но все равно не супер-пупер как хотелось бы кукуруза тоже мы высаживали кукурузу кукурузу прихватило очень сильно вряд ли она наверное раскачается но я все равно для успокоения своего прошелся по листу антистрессантами посмотрим что с ней будет дальше ну вот такая вот информация друзья вот такая загрузка ой по осадкам в этом году дождей у нас практически нету с 30 марта до 30 марта был последний дождь то есть по листу работаем чистой биологии биоинсектицид биослип и по листу точно так же работаем псевдобактерин третий оргамика с по защите можете посмотреть пойдем порядок покажите состояние листового аппарата все нормально никаких чистостей ничего нету все отлично потому что весна без осадков работают биологии сейчас как бы одно удовольствие но заморозки дают нам прикурить ну что блин ну что что еще надо смотрите загрузка кустов какая пошли порядок показывать но ягодка ягодка вызревает наливается но размер но это еще осеннее цветонос осенняя почка ягода мелкая но вот эти с таким размером цветоноса ягода увеличится конечно в размере но все равно гигантов не будет загрузка хорошая классная блин ну куда еще сорт клэри второгодка вот такое состояние то ветра сумасшедшие то морозы как я говорил раньше что будущее все за закрытым грунтом то ли осадки то ли приморозки эти возвратные все таки лучше наверное делать меньше площади но стараться уходить закрытый грунт поэтому обязательно это надо увеличивать где касалось агроволокна цветонос прямо стоячий еще до сих пор поэтому повреждения где агроволокно близко лежало цвету ягодки повреждения хорошие ты вчера здесь выбирала да я же смотрю что спелой ягоды нет вот такой вот размер вот такая ягода клырюха на вкус что тут вряд ли хорошая пробовала вчера да сладкая но сладости мало но все равно сладкая и погода в этом году повсеместно практически по всей России по европейской части погоды колбасят морозы морозы и морозы блин вообще загрузка шикарнейшая что еще надо а надо теперь только погоды ну в общем в принципе вот такая информация ребята ну что держимся будем укрываться всем всего хорошего здоровья больших урожаев до свидания